Привет, мои крошки! С вами Селена. Цвет уже полос подсмывается, немного становятся такие концы более яркие, а здесь уже сливаются с моим цветом. Сегодня я буду весь день в очках, потому что у меня воспаление на глазу небольшое. Причем пошла в БСМП, потому что это в субботу случилось. Пошла в БСМП, мне сказали, что это аллергия, это ничего не аллергия, это простуда, как обычно у меня бывает. В итоге я сначала от аллергии лечилась, ничего не лечила, понимаете? И она еще больше стала, поэтому я далеко не красотка, без очков. Поэтому буду в очках. И, кстати, я очень переживаю по этому поводу. Я очень переживаю, что не будет видосов, потому что просто нереально их снимать. Единственное, что я нашла выход, это в очках снимать влог на улице. Ну, понятно, типа яркий свет, такая, короче, софиты бьют в глаза, и мне как бы тяжеловато без очков. Ну, как бы еще, ладно, терпимо, могла бы даже не говорить. Может, вы даже и не заметили, что я весь влог была в очках. Ну, я хочу с вами поделиться своей печалью. Но ничего, все пройдет, потому что уже я начала нормальное лечение. Просто мажу мазью. Не хочу пить никаких таблеток, ни антибиотиков, поэтому, может быть, это немножко будет дольше. И вот, что касается видео, наверное, я сейчас буду их выпускать через день, не каждый день. Ну, я не знаю, вот я делаю влог этот. Я не знаю, когда я следующее видео смогу снять. Ждем, пока все заживет. Ну, если у вас будут какие-то идеи по поводу того, как можно придумать, мне скрыть один глаз. Я вообще думала, знаете, как пират, такой кружочек розовый какой-нибудь, да, вот так перевязать, такая одноглазая, снять. Как вам идея? Хотите такое видео? Ну, не знаю, может, у кого-то будут идеи просто дома в очках, но это как-то не камильфо. А сейчас я поехала... Пишите мне идеи свои. А сейчас я поехала на почту, на массаж, в фикс-прайс зайду. Что еще у меня сегодня? Позанимаюсь, может быть, вот там, где я делала ролик этот, да? Что еще? В Мегу заеду малому, хочу что-нибудь посмотреть. Также смеси, трусики, памперсы. Вот так. В общем, беру вас с собой сегодня. Еще у нас безумный ветер на улице. Я уже вышла пока, тут вся аж вздроглая. Хочу вам это просто показать. Что за музык? Музыка играет в машине кого-то. Короче, я хочу вам показать просто, что за ветер у нас происходит. Держитесь! Закрывайте уши! О, дождь еще! Господи! Ну, все сразу. Нет, сейчас вот ветра нету. Чуть-чуть призакончился. Иду отсылать посылку победительницы в Инстаграм. В общем, верьте мне, на улице жуткий ветер и дождь. Значит, я отправила посылочку в Инстаграм. Кстати, хотела сказать, что, девчонки, кто еще не подписан в Инстаграм, кто любит конкурсы, то смотрите, подписывайтесь. Потому что в Инстаграме я делаю чаще конкурсы, чем на Ютубе. На Ютубе только на круглые даты такие какие-то, да, может быть, на праздники. А в Инстаграме делаю чаще, ну, я делаю такие всякие мелочи, потому что отправлять их не так дорого. Заказным письмом отправляю. И, ну, как бы приятности маленькие такие, да. Там, ну, вот, браслет я сейчас разыгрывала в Инстаграме, очень классный, из натуральных камней. Потом, ну, мне девочка прислала, и я вот решила разыграть один. Потом собираюсь магнитики присылать, такие с черепами, вот, ну, собираюсь там сделать, да. Потом еще были ручки всякие. И поэтому такие мелочи, ну, кому интересно просто, да, там от меня получить что-то, почувствовать связь такую со мной, то, пожалуйста, участвуйте в конкурсах. Там тоже очень простые условия, ничего особенного делать не нужно. Ладно, поехали дальше. В общем, я набрала уже себе вещей, которые буду показывать вам в отдельном обзоре на Фикс Прайс. Но то, что я не купила, и то, что мне очень понравилось, и это новое, я хочу вам показать. Во-первых, мне понравился вот этот пакетик. Он очень стильный, красивый, здесь выпуклая девушка, выпуклая, с блестками. Мне кажется, очень прикольно будет в нем подарок подарить на день рождения. Ну, у меня не скоро дни рождения будут, все позаканчивалось. Дальше, дальше, дальше покажу, на что я обратила внимание. Так, косметику я уже не смотрю. А, разные фломастеры. Одни фломастеры интересные я взяла, я вам покажу. Но также здесь и вот такие вот переставляемые фломастеры появились. А, и вот такие тоже какие-то выкручивающиеся, это выкручивающиеся двусторонние восковые карандаши. Вот. Переставляющиеся, ну, как бы там тоже интересно. Да, крутой обзор будет у нас. Так, книжки я не смотрела, для детей не смотрела. А, для детей жалко, что для самых маленьких прям ничего такого нет. Что здесь? Ну, вот шарики вот такие вот. А, ну, кое-что я взяла для детей. Ну, кстати, не как для моего, постарше, наверное. Он еще не поймет мой. В общем, вот такие шарики интересные. Какие-то вот такие вот, не знаю, были они или нет. Ну, как бы, там мыльные пузыри, похоже. Очень похоже. Очень похоже. Кое-ночок. Ладно. Собачки вот такие вот по 99, по 60. По 99 рублей. Звенящие. Так, что еще, что еще? А, косметички, косметички. Сейчас покажу. Мне прикололо, кстати. Но у меня просто этих косметичек море. Мне надо свои косметички вынашивать. Вот. С таким названием интересным. Вот есть вот такие красные здесь. Есть вот такие серебристые. Прикольно. Что-то в этом есть. Так. Здесь все. А, еще вот такие вот. Еще вот такие новые тоже появились. Здесь есть черные и коричневые. Так. А, для хранения. Очень круто. Я еще ванна была. Из вещей тоже появилось новое кое-что. Я уже себе взяла и тоже вам покажу. Потом вот такие ключницы. Очень прикольные. Опа. Ну, так как у меня квартира небольшая, мне лишнего туда не нужно. И ключей у меня немного. Дальше разнообразие цветов. Часов появилось. Потом вот такой вот стульчик маленький. Я на нем уже присела. Сидит. Ой, вот он. Так, а я себя показываю. Вот он, стульчик, смотрите. Ну, короче, такой стульчик достаточно выдерживает. В общем, мне все время хотелось что-нибудь в машину, знаете, бросить. Так, ну, из вещей немного здесь, но я взяла кое-что покажу в обзоре. Сейчас для хранения тут, короче, придумали. Я раньше не видела столько вещей для хранения. А сейчас смотрите у них. Вот такая. Есть двух цветов. Видите? Есть бежевая, а есть только черная. Но черная симпатичнее. Под 77 рублей, да? Коробочки вот такие вот. Я, во всяком случае, этого не видела раньше. Может, вы видели? Я не знаю. Так. Фу, запыхалась я. Сейчас еще тут были для хранения интересные. А, вот такие. Для хранения вещей. Тоже с таким цветом. Вот. И черный есть. Сейчас еще вариант был хранения. А, вот такие коробочки. Ну, вот в Икеа достаточно дорого стоит. А здесь 100 рублей. Получается две штуки здесь. Одна побольше, одна поменьше. Симпатично, мне кажется. Так. Что еще? Красненько. На что я обратила внимание здесь? Ай, ну вроде все. Фух. Еда. Я не смотрю на еду. Так. Ну все. Остальное я себе взяла. И я вам покажу это в отдельном обзоре FixPrice. Кстати, его я буду снимать не одна. Сюрприз бы для вас. Ну так, чтобы у меня в полный рост лицезрели. А так-то я пришла на массаж. И мне говорят, что самое эффективное это сделать мед с термом. Попробую. Кто пробовал, пишите, говорите. Потому что я первый раз и первый раз попробую. Я напишу, ну скажу потом свои отзывы от этого. Но... В общем, кто пробовал, говорите, что у вас было. Не поймут, что так темновато. Как-то хочется света больше. В общем, такие, типа вы на улице стоите, а я такая обмажься у него, вещаю. Я надеюсь, ветер, ветер не портит все. Посмотрим. В общем, кстати, если кого-то интересует, что у меня за губная, вот я сразу достала. Сегодня у меня Revlon в номере 002. Матовая помада, Pink Coat называется. Revlon? Revlon. Правильно сказала. А то я Revlon обожаю риволи называть. Не знаю, риволи есть вообще такая марка или нет. В общем, только что вышла я из массажа. Было у меня массаж медом. Мне, кстати, очень понравилось. Не такой уж он прям болезненный, как мне рассказывали. Намного легче, чем антицеллюлитный для меня лично. Еще у меня было сверху обертывание. Я полежала в тепле. В общем, мне очень понравилось. Я думаю, что я похожу на эти процедурки. Ну и девочка делает мне с легкой рукой все, поэтому мне нравится. Я в следующий поход расскажу о ней в Инстаграм. Вот. Ну что, поехали в Мегу. Вот я пришла в Мегу. И знаете, у меня какая идея появилась? А проверю-ка я Старбакс. В прошлом в Старбаксе, в Горизонте, вы помните, что мне налили кипяточек. Бесплатно. А мне интересно, в Меге это сделают или нет. Сейчас подойду и скажу, можете налили кипяточек. Два стаканчика. Что можно сказать? Старбакс рули, дали мне, даже ничего не спросили. Косо не посмотрели. Но я не два попросила, один стаканчик. Потому что сейчас не супчик надо сделать. Ой, ложку забыла. Ложку сейчас попрошу. Сегодня в меню у нас итальянский грибной суп с черной ложкой. Сейчас он остается чуть-чуть, я поем. А то я что-то вообще голодная. Массаж, все дела. И только позавтракала утром. Кофе. Ну, худеющий. Все из программы. Кофе и 100 грамм творога. И все. И только сейчас я чувствую голод. Это я съела полдвенадцатого. А сейчас у нас... Сейчас часов шесть. Спасибо Старбаксу. За то, что я вкусно поела. На самом деле я съела супчик и просто наелась. И я даже ничего не хочу сверху. Пойдемте зайдем, знаете куда? В Икею. Посмотрю, что там для маленьких есть. Интересное. Нам же развиваться надо. Мы все развиваемся, все хватаемся, трогаем. Звуки какие-нибудь надо. Коврики. Не знаю. Посмотрю сейчас. Люблю малышу что-нибудь выбирать. Так, мне это нравится. Блин, я никогда не видела, не обращала внимания. Вы видели вот такие штуки? Окей. Это шляпы. Типа. Блин, я бы померила. Но наверняка много кто меряет. Не буду, короче, мерить. И вот такие вот перчатки. Ах, тема какая. Кстати, здесь есть домики еще для детей. Ой, что это такое? Шапка. Наверное. Ой, нет, это... А, это для маленького стульчика. Так с первого раза и не догадаешься. Короче, вот для самых маленьких прям здесь я ничего такого особенного не вижу. Жалко. Ну, домики вот там есть, да. Ну, домик у меня уже есть. Домики. Ну, у меня есть лучшие и стоят почти так же. В последнее время я стала брать очень мало еды. Я стала мало есть и полезно. Ну, и ребенку, памперсы, и все. Короче, даже деньги экономятся с диетой. Круто. Кстати, хотел сказать... Позже скажу. И вот, что я хотела сказать. Народ все-таки у нас немного дикий. Их уже не смущает то, что человек ходит с камерой и разговаривает. Но почему-то всех так завлекает мой цвет волос. Я просто вижу, что... Мне кажется, не такая популярность, даже если бы была. Если бы у меня было миллион подписчиков на канале. Зато розовые волосы. И чувствую себя просто мега-звездой. Мне кажется, они меня обращают внимание чаще, чем на гузов. Ну, просто честно говоря, это... Ну, некрасиво, когда уж так слишком, да. Ну, посмотрел, отвернись, ну, прям вот. И какие-то комментарии, еще что-то. Розовые волосы вообще. Хотите внимания, красть волосы в розовый цвет. Все, я все сказала. На улице дождь и ветер и темно. А мне все равно. Красота требует жертв. Поэтому мы загорать. Здрасте. Такая раз и шлепнулась. Я обычно все время шлепаюсь, когда хожу по ступенькам. Так, давайте мне вертикальный, не который открытый. Вы Кристина, наверное, да? Не, я Игорь. Не все Кристине попросит привет передать. Я не знаю, кто мы. Так, 4 минуты туда и такой темненький бронзиатр есть. Да, сомненький бронзиатр есть. Посмотрите, как жутко на улице. Темно, дождь. Я, наверное, даже не в фокусе. Все, я хочу домой. Домой хочу. Все, мои хорошие, я дома. Маленький спит. Я в очках по дому ходить не буду. Поэтому я с вами прощаюсь. И думаю, что... И уже в течение дня я так посмотрела, глазик у меня проходит. Поэтому недолго будет наша разлука. Но я все равно буду скучать. Потому что я вас очень люблю. Пока. Продолжение следует...